Трудно выразить словами чувства великой скорби, которые переживают в эти дни наша партия и народы нашей страны. Тело вождя еще не остыло, а Берия прямо над гробом позволяет себе страшную крамолу. Рабочие, крестьяне, интеллигенция могут работать спокойно, говорит он, зная, что советское правительство будет охранять их права, записанные в сталинской конституции. Товарищи ПЦК в шоке. Как? Правительство? А почему не партия? И это он серьезно насчет прав по конституции? Стоявший рядом Микоян спрашивает в лоб. Это прям программа. Ты что, собираешься выполнять? Выполню, отвечает Берия. Сталина хоронили 9 марта, а уже 26-го Берия инициирует амнистию около миллиона человек. Это еще не политический, но сотни тысяч уголовных за колоски, то есть за копеечные кражи в колхозах. Они выходят из лагерей, заполняют вокзалы и поезда, без гроша в кармане прорываясь домой. Выросла преступность, и потому это шальное время запомнили как холодное лето 53-го, а амнистию не как Бериевскую, а как Ворошиловскую. Пятью днями ранее Берия на правах вице-премьера прекращает возведение 20 сталинских долгостроев, включая заполярную железную дорогу из Салехарда в Игарку, на которой гибли десятки тысяч. Останавливают ненужные стройки даже сегодняшние политики. Тут же Берия выводит из системы МВД, НКВД лишние структуры, например, научные учреждения, шарашки. То есть как глава МВД, по сути, добровольно лишает себя власти. Так что нынешнюю реформу милиции можно отчасти назвать Бериевской. Вскоре он сделает то, что повторили только при Ельцине, передает исправительные колонии Министерству юстиции. Из архивных документов следует, что Берия не инициировал, а свернул громкие сталинские репрессивные кампании. Ленинградское дело, дело врачей, малоизвестное дело военных и Менгрельское дело. Последнее логично, ведь он сам Менгрел. Но врачей-убийц, арестованных по доносу, спас просто так, не будучи доктором. В начале апреля он и вовсе издал приказ о запрете применения к арестованным мер принуждения физического воздействия, то есть пыток. Правда, продолжали пытать еще не арестованных, но это лучше, чем ничего. Весной 1953-го Берия идет дальше. Он требует прекратить, цитата, «бестолковое применение репрессий в Литве и Западной Украине». Поставьте местных, а не пришлых, на ключевые посты, и не будет никаких бандеровцев. На президиуме ЦК он говорит дословно, «мы там имеем вид оккупантов, а не народной власти». На внешнем фронте предлагает не делить Германию. Пусть, мол, она будет дружественной целиком, а не четвертью. И, наконец, увидев 1 мая с мавзолея собственные портреты в руках трудящихся, он запрещает ходить в колоннах с изображением живых вождей, дикость и язычество. Будет ли правдой сказать, что Лаврентий Павлович Берий – цветок душистых прерий? Он и в репрессиях участвовал, меньше, кстати, чем Хрущев, и подчиненных материл, в отличие от Жукова, правда, по делу. Но в такой уж тоталитарный ад скатилась бы страна, не попади, Берия, в ловушку стаи товарищей. Это большой вопрос. Это мнение, это мнение. Господин Петров, господин Милеевич, вы, конечно, скажете, что это все ерунда, никаких реформ не было. Нет, не совсем так. Он действительно начал кое-что менять. Он отпустил людей, это правда. Он арестовал кое-кого, но важно сказать вот что. Он завершил только те дела, которые были сделаны без его прямого участия, но не выпустил никого из тех, кто был посажен при нем. Это первое. И второе, и самое главное, и самое важное, зачем он это делал? Он все это делал для того, чтобы завоевать популярность в республике. Никаких нет сомнений, что этот человек видел себя хозяином страны будущего. Авантюрист, интриган, ловкач, нахал, наглец, провокатор, мразь и вонючий клуб. Все это сказали о Берии всего лишь за один день суда. Сказали его вчерашние соратники Хрущев, проклопает ООН Маленков, Молотов, Андреев. Шпионаж пользы Великобритании, стремление к ликвидации советского рабочекрестьянского строя, реставрация капитализма, разврат. Расстрелять незамедлительно решил суд под председательством почему-то маршала Конева. Тут же на лестнице замкомандующего войсками Московского округа Батицкий достал трофейным пробелом и выстрелил Берии в затылок, о чем потом увлеченно рассказывал за бутылкой. В сущности так повела бы себя любая хунта. А как все начиналось? Сын Лаврентий Павловича Сергов вспоминал, когда в 1938 году мы приехали в Москву, нас поселили в Кремле, но маме там жутко не понравилось. Товарищ Сталин, сказала она, можно мы переедем на квартиру? Зачем на квартиру? Подбери себе нормальный особняк. Так были и оказались здесь, на улице Качалова. Вот там за хрустальными дверьми был его кабинет, здесь гостиная, там, как и сейчас, играл рояль. Справа была его спальня и комната отдыха, где зимой 1941 года жил Георгий Константин Жуков. Здесь, именно здесь, вершилась битва под Москвой. Спустя 12 лет Жуков предаст бывшего друга. Вот как он вспоминает тот день холодного лета 1953-го. Резко открываю дверь в зал заседаний и бросаюсь к креслу, на котором сидит Берия. Хватаю его за локти. Рывком его поднимаю. Берия, ты арестован. А ведь когда-то этот самый Берия спас его от ареста и неминуемого расстрела. А еще будущего академика Туполева, академика Курчатова, академика Королева, когда перед войной Политбюро приняло решение ликвидировать министра вооружений Ванникова, Берия спрятал его в подвалах Лубянки. В июле 1941-го, когда фашисты подходили к Смоленску, Сталин опомнился. Жаль, что мы его расстреляли. А может и нет, ответил Берия. Может, забыли. Через день Ванников снова возглавил советскую оборонку. Берия встал во главе НКВД в декабре 1938-го, а вся страна с его именем до сих пор связывает 37-й. То, что в это время он всего лишь возглавлял грузинский ЦК, всеми забыто. На самом деле, с приходом Берии начались самые масштабные предвоенные реабилитации. В первый же год новый нарком выпустил из лагерей почти миллион заключенных. Константин Симонов, чтобы выслужиться перед Хрущевым, написал в 1953-м. Начало деятельности Берии в Москве было связано с возвращением из лагерей десятков, если не сотен тысяч людей. Часть освобожденных могли создать питательную среду для поддержки его, Берии. В этой мягкотелости Берию потом тоже обвинят. А миллионы освобожденных по бериевским амнистиям причислят к законченным уголовникам. У народа такое горе. А всех урок на свободу. Он освобождал, его боялись. Он создавал стратегическую разведку, его обвиняли в сговоре с ЦРУ. Под его руководством в рекордные сроки Советский Союз получил ядерное оружие, реактивную авиацию, ракеты, шарашки. Эти санатории усиленного режима тоже появились при нем, заменив собой лесопилки и шахты. За 15 лет Берии удалось реформировать советскую военную промышленность так, что в 1961-м году в космос полетел Юрий Гагарин, а не какой-нибудь там Джон Гленн. В отличие от Хрущева и Лежданова, он умел добиваться, а не только добивать. За это его и ненавидели еще сильнее, рьяни, неотвратимее. Так в России ненавидят любого реформатора. До конца, до лютости. Будь то Александр Второй или Анатолий Чубась. Какой только чубойсовщины не придумывали и пробели. Слухи о зловещем и таинственном особняке и его хозяйе не ходили не только в нашем коллективе. Ими полнилась вся Москва. Молодые женщины и девушки старались обойти этот мрачный дом страной. Вспоминала сотрудница радиокомитета Нина Алексеева. Теперь служащие тунисского посольства, показывая эту комнату, говорят, здесь нарком внутренних дел пытался своих жертвы. Их подвешивали к потолку, кровь стекала в колодец, а он стоял на этом балконе и смотрел. Мы не знаем, пытали ли его. Мы даже не уверены, правдивы ли описаны детали его смерти. Не представляем, где он похоронен и похоронен ли вообще. Дело засекречено до сих пор, а место вонючего колопа заняла серая муль. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова